КПРФ есть оппортунисты. Если бы я сказал, что в КПРФ все честные и порядочные, я бы вам врал. Вообще невозможно иметь большую структуру федерального масштаба, в которой включены десятки и сотни тысяч участников, членов, учитывая, что они все будут хорошие. Конечно нет. Помните, как говорили классики, чем более у партии есть влияние и авторитет в рабочей среде, тем более она будет привлекать взгляды карьеристов и приспособленцев. Партия, в свою очередь, должна их своевременно выявлять, она не сможет существовать вне них, они все равно будут проникать. Задача партии, которая будет говорить о ее жизнеспособности, это своевременно их выявлять и исключать. Да, огромная работа в этом направлении ведется. Вот я вам скажу по своей партийной организации. За последние 10 лет были волны людей, которые проникали в руководящие органы с единственной целью захватить партию на нашем уровне. А есть регионы, где это получилось сделать, и там проходили чистки колоссальные на уровне, ну просто, армагеддонов, да, в рамках отдельного региона, где были перерегистрации всей партийной организации, где было выявлено, что там, я не знаю, мертвых душ тысяч человек. На самом деле этих людей не существовало, просто продажные или там нечистые на руку псевдокоммунисты в руководящих органах таким образом сохраняли свое политическое господство, да, на их уровне. Поэтому, да, эта работа ведется, и она должна вестись. В тот момент, когда она прекратится, партия перестанет существовать, она, ну, затухнет за, ну, просто будет лишена, да, перспектив будущего. Пока я вижу это в каждом регионе, ну не в каждом, во многих регионах. Почему это происходит? То, что власть пытается сохранить свое господство. Власть видит в этом перспективы для себя. Она внедряет сюда людей, не только, там, Единая Россия, не только, там, какие-нибудь администрации, там, губернаторов, там, глав регионов, но и сотрудники правоохранительных органов. Они же, ну, представляете, вот приходит ко мне человек, да, житель моего города, и говорит, я хочу вместе с вами бороться. Я говорю, ну, расскажи о себе, где ты работаешь? Он говорит, я, там, к примеру, в строительной сфере работаю, вот, или, там, просто я, там, предприниматель, или рабочий, там, на каком-то заводе, к примеру, да, я говорю, ой, отлично. Еще, он говорит, ну, у меня, там, семья, там, дети, я, вот, долго верил в Путин, а сейчас, вот, я в нем разочаровался, вот, я, говорит, готов посещать ваши митинги, вот, готов нам на выборах быть наблюдателем. Ну, вот, логически, ну, как вот я должен в данном случае поступить? Естественно, есть порядок, ну, что-то вроде испытательного срока, да, по уставу каждый кандидат должен получить рекомендации двух коммунистов, которые состоят в партии не менее года. Это и есть понятие такого испытательного срока, потому что коммунисты должны приглядеться и сделать выводы, там, что это за человек, потому что в работе, как правило, все это проглядывается, но не всегда. И вот ты такого человека принимаешь, он активно себя зарекомендует, он год, там, два года активно борется с вами, естественно, он становится руководящими, какими-то, руководящие позиции занимает. Почему? Потому что партии нужны такие люди, именно им и должна партия доверить право. И он становится секретарем первички, или секретарем райкома, или, там, горкома, или еще выше. Он становится депутатом. И тут всплывает, что, оказывается, он давно шел к этому, и что партия не сильно-то ему помогала, и что он стал депутатом, и теперь-то он может развернуться. И он переходит на сторону врага, он переходит на сторону единой России. Собственно, испытание властью, ровно так же, как испытание деньгами, это, собственно, этап в жизни каждого человека, особенно каждого политика. Не каждый проходит это испытание. Я видел на своем примере огромное количество людей. Ну, не огромное, но были такие люди, которые меня искренне удивляли, показывая свое настоящее лицо. Ну, партия принимала в каждом из этих случаев верное решение, исключая их, да, и делала это публично, делала это показательно. Для чего? Чтобы это было частью, знаете, такой, кадровой работы, чтобы все видели, что партия живая. И если завтра кто-то, ну, скажем так, проявит себя не с лучшей стороны, то с такими товарищами нам не по пути.